Всем привет! В этом видео я расскажу как можно ускорить загрузку операционной системы Windows. Компьютеры с Windows изначально или со временем могут загружаться медленно. К примеру, если на компьютер устанавливается много программ, которые попадают в автозагрузку и запускаются одновременно с запуском операционной системы. Или системный диск заполняется настолько, что системе не хватает места для нормальной работы. А также неправильная настройка системы или BIOS может повлечь за собой увеличение времени загрузки. В этом видео я расскажу о нескольких способах ее ускорить. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Один из способов ускорения загрузки системы – настройка автозагрузки программ. Нужно убрать оттуда все лишнее. В Windows 10 автозагрузка находится в диспетчере задач. Для его запуска нужно нажать правой кнопкой по меню «Пуск» и выбрать здесь «Диспетчер задач». В других версиях автозагрузку можно открыть, нажав сочетание клавиш «Windows Plus R» и в открывшемся окне ввести «MS Config». Здесь перейти во вкладку «Автозагрузка» и отключить все ненужное. Если вы сомневаетесь в выборе, что здесь можно отключить, поищите информацию о программе в интернете. Нажав здесь правой кнопкой мыши по программе и выбрал «Поиск в интернете» или скопировав имя и вставив строку поиска браузера. При загрузке системы загружаются и службы, которые в свою очередь могут замедлять производительность вашего компьютера и уменьшать его быстродействие. Поэтому отключив службы, которые вам не нужны или которые вы не используете, можно повысить производительность и загрузку системы. Чтобы открыть окно управления службами в поиске пишем «Службы» и запускаем. И здесь отключаем ненужные. Например, мне не нужна служба факса, я ее отключу. Жму правой кнопкой мыши по службе «Свойства» «Отключить». Таким же способом можно отключить и другие ненужные службы. Список служб, которые могут быть отключены без вреда для системы, будет в описании под видео. Также при запуске Windows загружается много компонентов, что сказывается на производительность. Отключив ненужные, сможете повысить скорость загрузки. Для этого открываем панель управления, программы и компоненты. Здесь выбираем включение или отключение компонентов Windows и в открывшемся окне отключаем ненужные. К примеру, я не использую Internet Explorer, потому я его отключу, просто сняв отметку. После отключения нужно будет перезагрузить систему. Список компонентов, которые можно отключить, будут в описании под видео. Еще один способ ускорить загрузку операционной системы, установить приоритет загрузки в BIOS. По умолчанию, в оптимальных настройках BIOS всегда включена проверка возможности загрузки с DVD дисков или флешек. Но, как правило, это нужно при установке в Windows или в редких случаях при лечении вирусов. А в остальное же время, это только замедляет работу компьютера. Тем более, если в CD-ROM вставлен какой-нибудь диск. Чтобы это исправить, нужно войти в BIOS. Для этого во время загрузки, нужно нажать определенную клавишу. Обычно это клавиши DEL, F2 или F10. У нас на канале есть подробное видео, как зайти в BIOS или UEFI. Ссылка будет в описании. Далее в настройках необходимо найти раздел BOOT или BOOT PRIORITY. И напротив пункта First BOOT PRIORITY нужно поставить Hard Disk. Благодаря такой настройке, система будет загружаться с жесткого диска, что сэкономит время, которое компьютер тратил на проверку CD. Также здесь еще можно включить опцию Fast BOOT. Эта опция ускоряет загрузку, но она присутствует в новых версиях BIOS. После включения данной функции, многие пользователи жалуются, что не могут войти в BIOS, так как просто не успевают нажать клавишу в нужный момент. Для входа нужно просто зажать соответствующую клавишу во время загрузки. Медленная загрузка и работа операционной системы Windows часто связана с переполнением системного диска или большим количеством мусорных файлов. Поэтому одна из первых рекомендаций при подобной проблеме – почистить компьютер от ненужных и мусорных файлов. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Еще один способ – это отключить функцию индексирования файлов. Сделать это можно, открыв проводник, далее кликнув по диску правой кнопкой мыши «Свойства» и здесь снять отметку напротив «Разрешите индексировать содержимое файлов на этом диске» в дополнение к свойствам файлов. Индексирование файлов жесткого диска – это специальная служба Windows, которая ускоряет процесс поиска файлов на жестких дисках компьютера. Она будет полезна тем, кто часто ищет какие-либо файлы и хочет их как можно быстрее найти. Но если вы довольно редко пользуетесь поиском файлов, тогда отключите ее. Это ускорит загрузку и работу вашего ПК. В Windows 10 есть функция быстрого запуска, которая тоже поможет ускорить загрузку. Эта функция включена по умолчанию, поэтому если раньше вы ее не отключали, отдельно искать и включать ее нет необходимости. Для включения нужно зайти в «Параметры», «Система», «Питание» и «Спящий режим» и здесь «Дополнительные параметры питания». Затем открыть «Действие кнопок питания» и здесь нажать «Изменение параметров», которые сейчас недоступны. И после этого будет доступно включение быстрого запуска. Долгая загрузка операционной системы может быть вызвана вирусами. В таком случае их нужно будет обнаружить и удалить. А как это сделать смотрите в одном из наших видео, ссылка будет в описании. Еще существенно ускорить работу компьютера поможет замена старого HDD на новый SSD диск, по крайней мере системный. Компьютер после этого будет включаться и работать быстрее в разы, а кроме замены жесткого диска можно увеличить оперативную память. Установка дополнительной оперативной памяти всегда существенно повышает производительность и ускоряет его работу. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.